Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня 5 августа Московская область, Старая Купавна 20-й чемпионат Погреблен на Байдарках и Каноэ Среди ветеранов Сегодня Интересный очень день, очень интересное место Надо сказать, что замечательная база Согласна Только что прошло Награждение Чемпионов Заездов и очень интересная Произошла ситуация, я вам о ней расскажу И покажу Это финский гость Кара Лихтенен Со мной чемпионка На дистанции 200 метров На Байдарке Это Лариса Антонова И она, собственно говоря Принимала участие в этой истории Кара Лихтенен привез медали И наградил Или передал эти призы и кубки Нашим спортсменам Расскажите, пожалуйста, что это за история И когда она происходила вообще И в связи с чем вся эта история произошла 8-9 июня в городе Тампере проходила регата Хаммерегата она называется Среди финских грибцов Мы, участники другой страны, как нерезиденты этих соревнований Мы проявили желание участвовать И хозяева согласились принять нас на этот чемпионат Но почему Кара Лихтенен привез сюда награды? Потому что в Финляндии не за все соревнования проводят награждения У них нет таких традиций, как в России Чтобы каждое соревнование проводилось Дательно проводилось награждение И Кари Лихтенен, он наш друг Он с пониманием отнесся И предложил свои, ну как бы свою Как это сказать-то Не помощь, это не помощь Это инициатива Желание наградить Кубку Кари Лихтенен сказал, что я очень уважаю русские традиции И понимаю, как для вас ценные памятные подарки Призы за участие в наших соревнованиях И по своей инициативе изготовил и привез сюда на открытый чемпионат России Медали и кубки за те соревнования, где мы участвовали Мы, кстати, очень хорошо выступили Заняли очень много золотых медалей Серебряных и бронзовых И сама финляндская сторона Также были и рады нашему участию Мы внесли оживление в эти соревнования Создали конкуренцию, здоровую конкуренцию И было и нам интересно, и им интересно Все-таки они в своей среде А тут чужая среда, как бы чужие соседи Друзья приехали И мы очень хорошо выступили Замечательно А Карл Лихтин, он сам гребет, сам участвует в соревнованиях? Или он судья, или он организатор? Он кто? То есть в России его именно неизвестно? Нет, неизвестно На данном соревновании он участник открытого чемпионата России Где предусматривается международное участие И мы на этих правах пригласили его сюда И здесь он является участником соревнований Он байдарочник? Байдарка, да Уже отгонялся? Да, он прошел две дистанции Это было 2 километра 500 Но, к сожалению, наши гребцы оказались сильнее его Но, тем не менее, он очень доволен У него 5-6 место на двух дистанциях И его это очень радует Он очень доволен Он знает, что русские гребцы Мужчины очень сильные И его достижения Это предел его мечтаний Международные соревнования Такие? Да Российские? Да А он приехал один или из Финляндии приехала команда? Нет, он приехал один Надеемся на следующий год Подтянуть остальных Членов его команды То есть вы часто туда в Финляндию ездите? Ну, надеюсь, теперь будем часто Это был первый наш выезд Международный А все Такая предыстория В этом году Не проводили чемпионат мира Погребли на байдарках Каноэ Среди ветеранов И весь грибной мир Был очень озадачен этим Потому что люди готовились Всю зиму тренировались И получается, что в сезоне Негде выступить на больших На крупных соревнованиях И поэтому мы Стали искать Где принять участие Где выступить И показать себя И просто проявить свои силы Свои возможности Свою подготовку Свою зимнюю подготовку Чтобы она не прошла даром И вот нашли Вот эти соревнования С помощью нашего друга Кэрри Лихтонин Который пригласил нас И помог нам там выступить Замечательно Лариса, спасибо большое Что рассказали нам эту историю Потому что то, что там произошло Ну, несколько удивило Но непонятно, что произошло На самом деле Вы нам все это рассказали И, конечно, поздравляю вас С вашей победой сегодня Спасибо С золотой медалью На дистанции 200 метров Спасибо Я Лариса Антонова Участник соревнований Ответного чемпионата России Хочу представить Нашего гостя Из Финляндии Кэрри Лихтонин Он расскажет о себе О соревнованиях В которых мы участвовали У него на родине И о пребывании здесь На российской земле Кэрри, расскажи о себе Спасибо Кэрри, о чемпионатах Кэрри, о чемпионатах Кэрри, о чемпионатах Минун ом ехдотомасти тултава tänне Москва, где жарят Венеян Мастерсмелойиен местаруискилпалу. И оли оттену кучу и я очень рада. И я очень рада, что я надеюсь, что здесь в Старайя и Купавна. Это очень здорово, что мы делаем такие большие изыки, и так много мелочей. Мне кажется, что это очень важно, что мы делаем здесь. Я живу здесь в Союзе, и я очень благодарен, что вы получаете такие колпы, другому, как в Союзе. Килпайлут на мне очень хорошо жарили, и мне было очень круто мелоить здесь. Этому я мелил 2000 метров в сфере иксикой, а также коксикой. И мне было очень радовать Олег Фролов, который сегодня победил 200 метров 55-летнюю местору. И это было очень круто здесь. Спасибо еще всеми и всеми истерами в Старе и Кубавна. Я очень-очень хорошо, я люблю спорт и кайяк и конкуренция и мой русский луки. Спасибо!